Хэй, бро! Устал играть на пиратке? Тогда заходи в мой магазин аккаунтов, в котором Майнкрафт стоит всего 19 рублей. Скрэчкейс это лучший магазин, в котором есть почти все игры. Помимо аккаунтов в моем магазине есть ключи. После каждой покупки ты можешь получить крутой подарок. Также у нас много гарантий и отзывов. Не веришь? Проверь сам. Специально для тебя я подготовил промокод на 15% скидки. scratchcase.net Всем здраво, друзья! Меня зовут Скрэчч и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сегодня со мной Лоня. Всем привет! И это новая серия летсплея. Погнали! Короче, ребят, сегодня по вашим многочисленнейшим просьбам мы будем превращаться в неизвестных нам людей. Лоня будет сегодня превращаться в Халка, а я буду в призрачного гонщика. Для этого у нас есть инъекции из мода Люкрафт. И сегодня, как вы понимаете, мы будем их создавать и превращаться в этих двух, так сказать, супергероев. И посмотрим на наши крутые способности, возможности и так далее. Ну и, конечно же, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, потому что, ну реально, полмиллиона вообще чуть-чуть осталось. Вот поднажмите и, конечно же, ставьте лайк, потому что мы ценим каждый лайк. Вот ты нажал лайк, и вот если ты не нажмешь лайк и никто не нажмет, то что это будет? Так что нажми лайк и все будет супер-пупер. Так, ребят, в общем-то, как создаются инъекции? Первым делом, конечно же, мы будем создавать инъекцию призрачного гонщика, которая делается просто из пяти миллибакетов воды, черепа и инъекций. И на нее у нас 40% шанса. То есть, Лоня, ты понимаешь, нам нужно очень много черепов скелета, чтобы 100% сделать эту сыворотку. А откуда мы возьмем столько черепов? Смотри, у нас есть, в принципе, специальный инструмент, который называется... Алмазная кто-то там. Крутое название. Нет, короче, такая алмазная штука делается из семи алмазов, по-моему. И при помощи нее можно бить молнией. И как ты знаешь, если зарядить крипера, и он взорвется рядом с каким-нибудь скелетом, то мы получим его голову, так сказать. И это будет очень круто. Ну, а сыворотка, которая нужна Лоне, то есть для того, чтобы стать Халком, делается при помощи блока урана. Ну и также при помощи молтен-ураниума, который мы возьмем в кофейном аппарате. Так, а что тут молот Тора делает, не понял. Сейчас я его как раскручу, сейчас как раскручу, и сейчас как трендулей тебе дам. Так, не угрожай мне. Да ты все равно Люцифер Бессмертный. Кстати, а где мой приколдысный лисенок? Надо бы его по... А где? А я... Я... Стоп! Стоп, а где лиса? Я его клал на вот эту вот койку, и где он сейчас? Где мой лисенок? Где финик, Лоня? А где финик? Ты его украла, да? Да я его не брала, а где финик? Он, может, сбежал в открытую дверь. Финик, ты где? Где мой приколдысный лисенок? Может, он где-то спрятался? Будем надеяться, что он где-то спрятался. По крайней мере, я в это верю. И да, ребят, если вы хотите поиграть со мной, с вот этой вот гигантской Лоне, вы можете заходить на мой сервер в Майнкрафте по айпишнику в описании. Там есть различные костюмы супергероев, магия, суперспособности, мини-игры, просто куча всего. Просто бегом, прямо вот просто неимоверно. А ты где? Ты где? Так, да. Сколько жителей в деревню в нашу хочет. А ты понимаешь, что у нас зажрались вот эти вот архитекторы, трендисмены, и они никого не принимают в нашу деревню, потому что все койки пустые, и здесь тоже все пустые, и они никого просто не пускают в нашу деревню. Я понял, почему. Я тоже поняла, вот эти люди просто собрались и начинают бунтовать. А может, это экскурсия? Посмотри, здесь какой-то молодой человек экскурсию проводит, походу. Да, он рассказывает, какой у нас классный город. Да, в котором никто не живет. Ладно, ребят, по-моему, у нас где-то в сундучке заболелся один череп скелета, и это нужно прямо сейчас обязательно проверить. Кстати, у нас есть уран, и при помощи него мы сможем сделать блок урана, который делается из девяти вот этих вот ураниумов, ну, в принципе, изи. Но есть одна большая проблема. Как только эта штука попадает к нам в инвентарь, мы получаем радиацию, которая в будущем на нас будет накладывать просто невероятные эффекты. Вот как минимум сейчас уже что-то началось. По-моему, мне сейчас будет плохо. Так, Лонь, беги сюда, ко мне быстрее помогай. Нужно с тобой нам найти череп скелета. Самого обычного скелета, даже не скелета и сушителя. Так у нас же был череп, когда мы Пеннивайза убивали. Пеннивайза? Точно, мы же убивали Пеннивайза. Но, по-моему, я такой сказал, нафиг нам этот шлем, и это ты выбросил его. Но это не точно. Сейчас я проверю свои сундучки. Невозможно, где-то здесь будет как раз-таки тот самый череп, который нам и нужен. Скрэч, я нашла. Где, а где ты нашла его? Вот он, держи. Да-да-да-давай, а где ты? А, наверное, он был у тебя в инвентаре? В сумочке алхимической. В сумочке? Перестань быть Люцифером, ты меня пугаешь. Не, не хочу, чтобы ты была Люцифером. Так, кладем череп сюда. Лонь, тащи как можно больше ведрышек с лавой. И они нам прямо сейчас и понадобятся, потому что эта инъекция делается при помощи лавы. И понадобится нам 5 милибакетов. И, к сожалению, ребят, у вот этого вот черепа нету ЕМЦ. А это значит, что мы не сможем его расклонировать. Так, ребят, вставляем инъекцию сюда. Лоня внесет уже ведрышко с лавой. И прямо сейчас мы будем создавать сыворотку призрачного гонщика. И, по-моему, это безумно круто. Нам нужно, кстати... Ой, идет процесс. И у нас 40% шанса. И я очень сильно надеюсь, что все получится. Нееет, не получилось. Кстати, Лоня, у нас же есть дофигища крутых инъекций. Допустим, мы можем взять какую-нибудь инъекцию по типу Тора, которая позволит нам бить молниями. Или, допустим, Блэк Адама. Почему бы и нет? Активируем баба. Ой, там молния ударила Лонь, сейчас крыша сгорит. Ё-моё. Надо быстрее туда бежать, бежать, бежать. Так, не, все нормально. И прямо сейчас при помощи этой молнии мы попробуем зарядить крипера, которого мы найдем. И главное условие, чтобы он находился рядом со скелетом. Давайте попробуем. Так, ребят, мы нашли удачную парочку. Так, Крипер, иди сюда, будем тебя заряжать. Давай, пробегу вот так вот. И он не зарядился? Почему ты не зарядился, братишка? Заряжаем. Нет, он не заряжает, Солоня. Нужно срочно другую сыворотку искать, и это точно нам не подходит. Ребят, я тут вспомнил, что броня Пикачу обладает крутыми молниеносными способностями. Так что прямо сейчас в алхимических сумочках я пытаюсь найти свою любимую броню Пикачу, чтобы стать вообще суперкрутым и суперсильным. А где? Почему у меня все попро... Я ничего не могу найти. Так, ребят, а вот как раз-таки броня Пикачу, которую я прямо сейчас надеваю и получаю кучу разных молниеносных способностей. И отправляюсь к Лоне. Так, Лонь, я вижу скелетов, я вижу Крипера, и прямо сейчас мы попробуем его зарядить при помощи вот такой вот... Эээ, ну он зарядился, Лонь, но он умер. Так, ребят, у нас есть Крипер, у нас есть скелет, которому нужно оставить один ХП. Все, Лонь. А теперь нам нужно приманить Крипера ко мне. Так, ко мне, Крипер, ко мне, ко мне. И когда он будет рядом со скелетом, я сделаю на него... Или скелет надо приманить. Нет, Крипера приманить легче. Аааа! Давай, Крипер, иди сюда. Главное, чтобы скелет не умер от других факторов. Крипер, получай, и прямо сейчас нужно устроить бу-бум. Главное, чтобы я в этот момент не умер. Ииии... Ба-бам! Лоня, иди проверяй голову, выпало или нет? Да, выпал. Выпал? Супер! А, кстати, здесь у нас какой-то дикобраз, а я его на ручках хочу взять. Иди сюда, маленький малыш. Малыш, иди сюда. Сейчас мы тебя на ручку-то возьмем. Слишком жирный, что ли? Не взять, а на руки взять. Ну, пошел отсюда, дикобраз. Лоня, где финик? Где наш лисенок? Он же... Вот он! А что? Что? Это как так? Это Рекс его домой привез. Походу, ребят. Он пропал в начале серии, и прямо сейчас он к нам вернулся. Приколдыстный финик. Приколдыстный какой! Череп есть, погнали быстрее. Бери ведрышки с лавой, и будем сейчас варить зелье, так сказать. Так, я вставляю череп сюда, и также мне понадобится пустая инъекция. Так, я бегу обратно, дратуде, вставляем сюда, и прямо сейчас должен пойти процесс. Только почему он не идет? О, получилось, гострайдер, Лоня, получилось! Да, теперь ты будешь призрачным гонщиком. Да, я буду призрачным гонщиком. Так, сейчас я броню Пикачу здесь сложу себя в рюкзачок, для того, чтобы поистине узреть этого молодого человека. Так, кто это там? Ладно, активируем призрачного гонщика. Вроде ничего не произошло, но если я сделаю... Ба-бам! Я становлюсь призрачным гонщиком с неимоверной регенерацией. И также я могу поджигать... Вот смотри, я просто бью, сношу по одному сердечку. Но если я активирую огненные руки, ты должна гореть. А почему ты не горишь? А, ты же суперкрутая точно. Я забыл. Ладно, проверим на вот этом дядечке. Да, все, он горит. Он аж полез на дерево от страха. И, ребят, посмотрите, этот призрачный гонщик выглядит реально очень круто, и мне это безумно нравится. И прямо сейчас мы также сделаем сыворотку Лони Халка. И проверим, без брони, без оружия, без всего, кто сильнее, Халк или призрачный гонщик? Так, где там уран? Нужно, правда, делать все очень быстро, для того, чтобы мы тут это... Не сдохли, так сказать. Быстро берем уран, засовываем его сюда. И я уже начал от него умирать. Скретч умер от радиации. Лонь, ты что делаешь? Не рушь паркет. Так, прямо сейчас мы берем 9 кусочков ураниума, из которых мы должны очень быстро сделать блок урана, пока мы не сдохли. Нет-нет-нет, все, блок урана готов. А где он? Так, я вроде даже не умираю, и это очень хорошо. И также, Лоня, есть два вида инъекции Халка. Одна крафтится с 35% шансом, другая с 40% шансом. И на самом деле, я даже не знаю, какая круче. Скорее всего, которая с 35% шансом. Но для этого нам также понадобится молтен ураниум. Так что беги к кофейному аппарату, и при помощи пустых ведрышек наполняй это все. Но я пока расклонирую блоки ураниума, потому что 35% шанс как-то маловато. Ну, а пока Лоня наполняет там разные свои ведрышки, я подготовлю все, что нужно. Допустим, вот ураниум блоки сюда взасуну. Так, Лоня, ты все уже что ли? Да-да. Так, и пустая инъекция... Нет, давай сама всовывай, я за инъекцией. Так, ну я бегу с инъекцией, и прямо сейчас у Лонь появится сыворотка этого Халка. Так, пока вроде, видимо, ничего не происходит. Но, ребята, что получилось? Ты сыворотку вкалывай давай, Ся. У-у-у, смотри, она прям под цвет твоей кофты. И шо, ты шо, Лонь, нормально тебе, не? Так, Лонь, и какие у тебя есть способности? Ну, смотри, я могу делать вот так. Нифига себе, ты куда поперла? Ты как дракон по размерам. Стой, сколько у тебя? У тебя 640 ХП, Лонь. А ну-ка, можешь снять броню, пожалуйста, свою приколдысную? Она... Мы без брони у нас челлендж. 223 ХП у Лони, а у меня сколько ХП? 20. А ну-ка, бахни меня рукой. Я призрачным... Стой, а ты че столько урона получила? Лонь, ты помнишь, что у нас с тобой связанный урон после того, как я перчаткой Таноса своей все сделал? Помню, помню. Перчаткой Доктора Стрэнджа. А ну-ка, стань большой опять. Так, Лонь, теперь у тебя почему-то всего 40 ХП. А ну-ка, я хочу кое-что проверить. Я прямо сейчас становлюсь призрачным гонщиком. Так, Лонь, без оружия, без всего. Так, ну я шлем Крика надену, да? Ты не против? Из прошлого выпуска. Но он не дает никакой брони, не переживай. Хотя, ладно, для чистоты эксперимента я куда-нибудь выброшу. Все. Давай, Лонь, иди сюда. Я поджигаю свои ручки, бей меня рукой. Это все? Это все, на что ты способна? Да, Лонь, не убедил, не убедил, а я такой же, да? Я тебя фигачу и ничего не происходит, да? Вот и встретились два мега-супергероя, которые не могут друг друга даже расфигачить. А ну, помоги мне. Ой, точнее, расфигачь меня. Лоня, а ты не Халк, но ты что-то большая стала... А, все, Халк. Так, ну давай я тебя расфигачу по-быстренькому. В принципе, не проблема, что Лоню расфигачить. Ой, все, а что ты меч... Нет, ну так не честно, ты меч достала. Ты тоже меч достал. Неправда. Ну ладно, ребят, мы поняли, что мы с Лоней примерно одинаковой силы, когда я нахожусь в теле призрачного гонщика, а Лоня находится в теле вот этого вот зеленого чудища. А давай теперь поменяемся сыворотками. Ой. Держи. Спасибо, Лонь, но ты что-то это, что-то с тобой не то. Ой, ой, я гигант. Лонь, что с тобой? Кстати, здесь еще режим бессмертия на буковку Б есть. Ты самый гигантский призрачный гонщик, которого я только видел. Да я знаю, я это молодец. А ну-ка, бей меня. Буу. И что это, что это такое? О, смотри, смотри, сколько я ХП тебе сношу. Ты мне до этого столько не сносила. Видимо, ты просто не умеешь за Халкой это. Я не хочу, чтобы ты меня убивал. Не-не-не, все, я уже что-то... А, нужно активировать кнопку Б, и тогда я становлюсь более-менее сильным. Но у тебя просто бешеная регенерация, это просто капец. А у меня ее нет. Да так не честно. Лоня, кто это такие? Что это за висп? Ух ты, выглядит очень круто. Ой, на меня эффект какой-то наложило. Лоня, мы теперь светимся с тобой. Да не бей их, они добренькие. И теперь я могу видеть тебя через стену. Теперь я всегда знаю, что ты там делаешь, и где ты там. Кстати, Лоня, мне интересно, что будет, если я начну увеличиваться в теле Халка прямо дома? Ты застрянешь в блоках. А мне кажется, я разрушу потолок. У-ху-ху. Ой, я застрял в блоках. Лоня была права, ладно, уменьшаемся. Ну и так же, ребят, я хочу сейчас сделать то, что я собирался сделать еще очень много лет. Очень много часов и ночей я собирался это сделать. Надо факела поставить, темно дома. Ну что же, Халк, это самое крутое, что ты сделал. Это вообще самое крутое, это то, что я в блоках застрял. Но нужно прямо сейчас дорасставить. Факеловой еще четыре факела. А то реально, ребят, тут очень у нас уж темно. Но теперь будет светло. Ой, карста какая. И ладно, ребят, я думаю, можно закончить этот приколдыстный выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. И, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Лоня и Скрэч. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok